Глава тринадцатая. Какое счастье лежать, разбросав руки! Место море! А не хочешь лежать, можно и не сидеть, сгорбившись, а ходить! Во дворце целых четыре шага в длину и два в ширину. Расстояние от Москвы до Пекина. Мгновенно пополняется и песенный репертуар. Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути. В плену ты, Коля! Обрывает и мелодию, и мой бег до Пекина Махмуд. Знаю, сегодня два месяца, очередная дата. Грустно, можно выйти, но можно и радоваться, мы же не в волчке. Скоро осень, за окнами август, от дождя потемнели кусты. Окон нет. Смотрим сквозь дверь решетку на изгиб траншеи, нависшие над ней кусты. Света меньше, чем в предыдущей норе, но все равно значительно больше, чем в деревенском погребе. Все познается в сравнении. Что-то дает и лампа. Нет, жить можно, жить нужно. Я вернусь к тебе, Россия. Знаю, помнишь ты о сыне. Брови русы, очи синие. Я вернусь к тебе, я вернусь к тебе. Я вернусь к тебе, Россия. Устроились быстро, когда есть где крутиться. Это ли проблема? Пока не знаем, чем порадует очередное убежище, но явных угроз не просматривается. Хотя убеждены, что такого не может быть по жизни. Во дворцах всегда существуют потайные двери и привидения. А уж вседозволенность шутов и безукоризненная исполнительность палачей — лебединая песнь любого замка. Пока перетряхиваем, перебираем, просеиваем сквозь пальцы мусор, сваленный в углу землянки, успех превзошел все ожидания. Находки оказались уникальными. Булавка, осколок зеркала, кусок медной проволоки, бечевка, десять гвоздей, пустая бутылка и скомканная простыня. Ее тут же пустили на салфетку под посуду, полотенце и новую повязку для Махмуда. Нашлось применение и для проволоки, сделавшейся одновременно и иглой, и ниткой. Тщательно заштопали все дыры в носках. А когда-то думали, вот сносим их, и плен закончится. Опять нестыковка по времени. Или, скорее всего, в плену действуют законы, в которых желаниями пленников параграфы не предусмотрены. В зеркальце, наклонившись к лампе, сначала долго рассматривали самих себя, бородатых и бледных. Затем нашли ему более практическое занятие. Острыми краями стачивать ногти. Не осталось без внимания и бутылка. Сейчас лампу сделаем, торжественнее, чем Борис насчет карт, поведал Махмуд. Но придется пожертвовать чаем. Затем вылил его в бутылку, наполнилось до половины. А надо полностью, под горлышко. Где брать воду? Посмотрели на девочку. Беру ее за шиворот, доливаю бутылку. Водитель вздыхает и начинает осторожно вдавливать в горлышко палец. Затем резко вырывает его. С бутылкой никаких превращений не произошло. Зато новоявленный Аладдин дует на посиневший от усилий безымянный палец. Может, положил бы его, как в детстве, в рот, чтобы успокоить боль. Но помнит, в какой раствор окунал. Настырно подставляет будущую лампу. Эксперимент не окончен. Опустошай девочку дальше. На этот раз, после резкого рывка, чайный коктейль выбивает дно, неровно, обрушивая остатки стекла вместе с собой на пол. Ерунда, закопаем. Одну ложку выделили на земляные работы. От полотенца отрываем полоску, тщательно протираем стекло. Ставим бездонную бутылку на покатые плечи лампы. Впрочем, нет. Это Махмут надел на острые грудки пламени стеклянный лифчик. Нам-то что? А вот воздыхатели теперь бились о стекло, не достигая желтого трепетного тельца. И, странное дело, то ли без их самоотверженного самосожжения, то ли, почувствовав душную, плохо вымытую, треснувшую стеклянную одежку, поникли и грудки. Их старые пирамидки притупились, ложбинка посредине сгладилась. И через какое-то время вместо Эльбруса, пиков коммунизма и победы, вместо загорелой женской груди, образовалась покатая сгорбленная спина, пожелтевшая от времени старухи. Или хребет таких же древних уральских гор. Стекло особого света не давало. Приятное видение исчезло. А что, вроде бы, меньше копоти? Да кто мелочь? Все мелочь по сравнению со свободой. А она через решетку, закрытую на цепь, подпертую хорошим дрыном и вновь опутанную белой паутиной растяжек. И не просматривалась. Лишь ветер играл облаком заслонкой, открывая и закрывая солнечный блик на стенке траншеи. Единственное разнообразие – баня. Почему мыться не проситесь? Впервые без маски подошел один из боевиков. Зеленый берет лихо заломлен, аккуратная бородка, вылитый че гевара. Прикинь, сколько без мытья. Мы, вообще-то, и на волю не просимся. Водой, которая есть, моем через день ноги, да и то, не всю ступню полностью, а только пальцы. Туда-сюда движение, еще в шеи заведете нам. Ночью баня! Мимо костров, хихикующих боевиков, положив друг другу на плечи руки, слепцами-поводырями, идем по тропам и траншеям вниз. Слышим журчание воды. Давайте, мойтесь! Мы на дне оврага, по которому бежит речка. По берегам, в круговую автоматчики, на деревянном мостке, окунувшем нос в воду, кусок хозяйственного мыла. Можете и постираться туда-сюда, только давайте быстрее, делайте движение. Вода холодная, родниковая. Рассчитываю минусы. Из холода не обернутыми возвращаться в земляную стылость, да еще без рубах. И с учетом того, что все лето не видели света, не говоря уже о витаминах. Смелей, полковник! Прикинь, мы по два-три раза в неделю моемся. Не считая того, что подмываемся перед каждым намазом. К Аллаху нужно обращаться чистыми туда-сюда. Я, что ли, против? Это же прекрасно. После баньки, даже такой. Да к костерку, за чашку горячего чая. Окунаюсь быстро. Вытираюсь, пусть и грязным бельем, но насухо. Ребята плещутся дольше. И хотя последним из реки буквально выуживаем Махмуда, первым заболевает Борис. Он вначале пожаловался на ноги, а потом его стало ломать всего. Единственные, чем могли помочь, сняли с себя и укрыли дополнительным одеялом. И каждый раз капали на мозги охране. Борис болен, болен, болен! Те сочувственно разводили руками. За собой нужно следить самим. Туда-сюда движение. Правда, один раз принесли дополнительную еду днем. А затем передали и несколько таблеток анальгина. Сам Борис переносил жар и ломоту стоически, стонал лишь во сне. Днем же приговаривал. Простуду, когда лечат, она заканчивается через семь дней. А если не лечить, то сама проходит через неделю. Но какой же тяжкой оказалась эта неделя. И я, наверное, и Махмуд невольно примеряли болезнь на себя. Как станет крутить, в случае чего, нас? Хватит выдержки, элементарных сил перенести простуду. Какими осложнениями она потом аукнется? Перед ужином загибаю ручки ложек. Выгнутую протягиваю Борису. Вогнутую оставляю себе. Волнообразная достается водителю. Это твоя чашка. Отделяю одну пиалушку для больного. До сегодняшнего дня внимания на личные вещи особо не обращали. Да в темноте-то не очень ты и разберешься с этим. Но сегодня нам болеть нельзя. Гигиена зачем-то оправдываюсь. Только бы Борис ничего не подумал лишнего. С Махмудом легче. Тому приказал в юморной форме. И проблем нет. Борис намного тоньше, чувствует глубже, воспринимает острее. Неужели болезнь будет камнем преткновения? И вот так незаметно станет делить нас, раздвигать по углам? Нежелательно. Да не то, что нежелательно. Недопустимо подобное. Все правильно. Неожиданно сразу поддерживает мое решение Борис. И сам отодвигает свою посуду подальше от нашей. Я посплю пока. Не спит. То мелко трясется от озноба, то постановает. Стою, разминаюсь, умоляю и заклинаю. Не болеть, не болеть, не болеть! Труднее оказалась болезнь Махмуда, свалившая его сразу после второй бани. И хотя нас вывели купаться днем, вода от этого теплее не стала. Борис после болезни уже осторожничал с водой. Я учился на чужих ошибках. И мы с ним обмывались с берега. Водитель же запрыгнул в реку, да еще вдобавок вздумал стираться. Долго вертел, оглядывая плавки. Потом понюхал их, скорчил гримасу и забросил как можно дальше на противоположный берег. А вечером не встал на ужин. Эй, перестань, давай кушать! Требовал от него невозможного Борис. Не приведи Господь никому болеть вдали от дома, а в неволе тем паче. С болезнью борешься только сам. Вся надежда только на организм. Выдержат, справится. А простуда, словно потренировавшись на Борисе и недовольная отрицательным для себя результатом, решила добавить дозу. Более всего Махмуд жаловался на грудь. И взяв на себя роль медбрата, я объявил хозяину. У него начинается воспаление легких. Был так категоричен, потому что знал, легкие находятся именно там. Мы можем его потерять. Хозяин вошел в землянку, пощупал горячий лоб больного, затем взял кусок бечевки, замерил расстояние по голове от уха до уха. Этот же полукруг пропустил под подбородок. Длина оказалась разной. И сжав голову водителя, охранник принялся сдавливать, уминать лишнее около ушей. Мы со страхом смотрели на его ручища. Меня так дед лечил, авторитетно успокоил боевик. Ну, если дед и до сих пор жив. Правда, Махмуд больше на голову при нем не жаловался. Прикинь, есть два шприца и пенициллины на три укола. Забеспокоился, сообщив о своей заначке Ичи Гевара. Будете колоться? Туда-сюда движение создадите. Да, ответил за Махмуда. А ты умеешь? Подозрительно глянул тот на меня. Нет, но все равно будем. Я не хочу становиться подопытным. Натянул одеяло водитель. Несите, попросил я охранника. И если есть и деколон, или спирт, и кусочек ваты, мои познания в медицине, по сравнению с остальными, как я понял, позволяли ходить мне, если уж не профессором, то кандидатам наук, как минимум. Но ведь и навыки в самом деле имелись. Особенно в начале 80-х, когда служил в десантной дивизии в Каунасе, и нас посадили на парашюты, то есть подняли по тревоге в связи с событиями в Польше. Разведрота получила польскую форму, все остальные боеприпасы, определялись пять аэродромов, на которые планировалось приземление дивизии. Афганистан в это время шел полным ходом, и больше всего тревогу били медики. Наши солдаты умирают там не потому, что получают тяжелые ранения, а от того, что боятся вида крови и не умеют перевязывать друг друга. Тревога дошла до командования десантных войск, и нас, будущих поляков, повели в первую очередь не на стрельбы и вождение, а на медицинскую подготовку. Что солдаты в Афгане? У нас, офицеров, она вызвала шок, когда начмед, подполковник Сердцев, распотрошил индивидуальный пакет и попросил объяснить назначение каждой его части. Особенно булавки, почему-то оказавшейся ржавой. Не сумели, не угадали. Не то, что логики не хватило, а элементарного воображения. И Сердцеву бальзам на его искулапскую душу поднял булавку, как знамя с засохшими пятнами крови на баррикадах. Когда осколок или пуля попадают в живот, человека можно положить только на спину. Согласны? От болевого шока мышцы расслабляются, и мы умираем не от самого ранения, а от удушья. Язык западает в горло, и Сердцев посмотрел на притихший зал. Значит, для чего нужна булавка? Мы, имевшие сотни парашютных прыжков со всех типов самолетов, днем и ночью на лес и воду, прошедшие десятки учений, передернулись от страха. Правильно, не пощадил нас начмед, и вслух произнес то, о чем и подумать-то боялись. Цепляете булавкой язык к воротнику-гимнастерке, и после этого можете оставлять раненого одного. Но и это оказалось еще не все. У каждой профессии есть тонкости, и подполковник с удовольствием поделился ими. Только не прокалывайте язык вдоль, по бороздке, хотя это и самое безболезненное место. Если дороги плохие, и машину с раненым будет трясти, язык может разорваться на две половинки, как у удава. Прокалывайте поперек! Все откровенно передернулись, и, наверное, пожелали себе чего угодно, но только не ранение в живот. Благо, ума хватило не вводить войска в Польшу. Скорее всего, ее спас Афганистан. И доказывать никому не требовалось, что две горячих точки страна не потянет. Так что поляхи остались со своей солидарностью и лехом валенцей. А вместо наших офицеров по Варшаве разгуливают натовские. Это к вопросу о независимости. Мы не тронулись из Каунаса. Правда, потом все офицеры прошли через Афганистан. А медицину вот вспомнил в чеченском подземелье. Тут же даю себе зарок. Если первую афганскую войну прошел нормально, на второй здесь попал в плен, то на третий меня убьют. Значит, на третью я просто не поеду, если выберусь, конечно, отсюда. Не дамся, запротестовал Махмуд, когда принесли шприц и одеколон. Ты хоть раз в жизни делал уколы? Сыну, лет пятнадцать назад, ложись, я стоя. А стоя я не могу. А у меня плавок нет, выдал последний аргумент. Так сдают противнику последний редут перед поражением, гордо и с сожалением, Махмуд. Да разве можно остановить наступающих, когда неприятель хил и болен? Но, наверное, и в самом деле уколол неумело, потому что водитель застонал. Больно же! Ему надо потеть и больше пить, безапелляционно говорю хозяину и чагеваре. Уж если медик, то медик. А их слушаются все. Принесли теплое одеяло, сменную футболку и чай. Укутали больного с головой. Грей себя сам и выкарабкивайся. Очередные уколы, любви и уважения его ко мне не прибавили, но вроде начал принимать их как неизбежность. А в конце уже не охал и ахал, а задумался о будущем. Шприцем набрал из пузырька одеколон и перелил его в освободившийся флакончик пенициллина. Так что наше хозяйство пополнилось двумя иглами, пузырьком и одеколоном. А насчет сроков болезни прав оказался Борис. Когда лечишься, проходит за семь дней, пускаешь на самотек, выкинь неделю. Правда, Махмуда мы продержали на больничном чуть дольше, выпрашивая под его болезнь дополнительный чай. А вот мне не только с горячим чаем, но и с горячей пищей пришлось расстаться до конца плена. Зубная боль словно пульсировала у нас по кругу, ей как бы некуда было деться из ямы, и поэтому переходила от одного к другому. Борис переболел ими быстро, так что следом подошла моя очередь. Язык тут же отыскал дырку в зубе мудрости, и с этого момента, как не мерз и не голодал, берег его пуще глаза, даже и теплую воду пил, как голубь, наклонив голову на бок. А время застывало. Мы раскачивали его кисельные берега, расталкивали взглядами цифры на календарике, дробили сном. Неожиданно вдруг заметили, что к нам стали лучше относиться. Конечно же, все связали с новой надеждой на освобождение. Но проза жизни всегда подрубала крылья поэтическим мечтам. Как узнали уже потом, в соседнем отряде захватили в заложники коммерсанта, и он то ли попросил, то ли пригрозил. Только не бейте, за меня могут заплатить хороший выкуп. Улыбнулись. И бить будем, и выкуп возьмем. Случайного удара сапогом в висок хватило, чтобы коммерсант лишился жизни, а боевики — выкупа. Вот так, невольно, на чужом несчастье, и выживали. От нас тут же убрали всех бешеных, которые били Бориса, только за то, что он ельцин, а меня и просто так, потому что скучно и полковник, русак. К сожалению, все это не убивало времени, не заставляло его вертеться быстрее. Часы и минуты мы объявили главным своим врагом. Вернее, сначала я объявил водителю, что отныне он старший в группе, то есть Махмуд Апа. Тот в ответном слове превознес меня в блиндаж баши. Но как пели по вечерам у костра под расстроенную гитару боевики, так и продолжали тянуть вместе с бесконечной песней, проклятием России и наш пленный мотив. И так же нескончаемо шли дожди, беспрерывно работал град. Иногда ради интереса ждали, кто быстрее устанет, природа или творение рук человеческих. Ракетная установка с внушительным погодным названием. Первой устала, сдалась природа. И тогда солнце, уже слабеющее под осень, с усилием раздвигало в тучах щель и любопытно оглядывало землю. Что новенького произошло без меня в Чеченской войне? О новом узнали почти сразу. Грозный взяли. Когда? Да, неделю назад. Но град бьет по городу, по нему. Но Басаев сказал, что теперь никогда не уйдет из него. Лично мне стало грустно и совестно. Не принимал эту войну с самого начала. В плену научился ее ненавидеть, а все равно кольнуло, сдать город. Армия Россия не смогла удержать перед боевиками один город. Или опять идут политические игрища. И Грозный не думали удерживать. Бедные солдаты, несчастные жители, клубок подлости и глупости, отчаяния и безнадежности, горя и самоотверженности. Вспоминалось здание с раненым колобком. После недельной бомбежки вряд ли осталось в живых даже леса, будь она хоть трижды хитрой. А что с жителями? И в конце концов, а точнее, первонаперво, кто станет заниматься нами, если из Грозного ушли войска и власть? Что, полковник, грустишь? Жалеешь, что Грозный потерян? Соврал? Да нет, о своем. Мы тоже думаем о своем. Все блокпосты ваши окружены. Вот решаем, что с ними делать. Или голодом морить, или расстрелять, или выпустить. Из рассказа полковника налоговой полиции Е. Расходчикова. Когда город отошел к боевикам, а слухи о взятии Грозного ходили за неделю до штурма, у нас оборвались все связи и наработки по вашему освобождению. Ведь действовали-то в контакте с местной ФСБ, их посредниками. Ничего не оставалось делать, как возвращаться назад в Москву. И начинать все сначала. Только и Москва не могла ответить на сотни вопросов. И главный из них – где вы, у кого, и вообще живы ли? И азарт уже пошел. Заработало чисто профессиональное самолюбие. Неужели не вытащим? Где-то через неделю прошусь на прием к Алмазову. Сергей Николаевич, надо лететь обратно в Чечню. Из Москвы мы его не вытащим. Разрешите? Вижу, что волнуется. Любой исход, а печальный в первую очередь, ляжет ведь на его плечи. Кого хотите взять с собой? Геннадия Несифорова. Он в командировке в Тамбове. Завтра утром будет здесь. Вечером вылетим. Не позавидуешь начальникам, когда им приходится отдавать приказы, связанные с риском для подчиненных. «Давайте, действуйте. Разрешаю принимать любое решение, исходя из ситуации. Только осторожнее. Если еще пропадете и вы». Так, снова оказались с Геннадием в Чечне. Мы ее прошли с самого начала боевых действий. Знали друг друга настолько, что на рисковые мероприятия, стрелки, встречи с бандитами, ходили по одному. Если что-то случится, допустим, со мной, Гена будет знать, каким образом и где меня вытаскивать. Точно так же он надеялся на меня. В грозной дорожке нам, конечно, оказалось закрыто. Стали подбираться командирам отрядов самостоятельно, без посредников, которые частенько, ради своей выгоды, искажали информацию, задерживали ее. Ходили, конечно, в рванье, чтобы не привлекать особого внимания. Ни о каких средствах связи или охране не могло быть и речи. Тем не менее, по старым связям удалось выйти на главаря, который нас захватил. Он представился рамзаном, с ехицей посмотрел на меня. «А ты не из налоговой полиции, наверняка из ФСБ. Да, я бывший комитетчик. Более того, из Альфы. Ну и что из этого?» «Вот тебя бы взять. Мечта жизни». «Ну, это нужно еще попробовать». «Ладно, давай попробуем поработать по Иванову. Ты уважаешь мои интересы, я попробую уважить ваши». «Но Иванов жив, мы не пустышку тянем». «Жеев, даже что-то пишет. Недавно листки отобрали. Мне нужно подтверждение, что он жив на сегодняшний день. И с этого момента начнем работу. Будет тебе подтверждение, но только он давно уже не у меня». Глава четырнадцатая Заметил. Я перестал подходить к двери. Слишком тяжело возвращаться обратно в темноту. Я присытился ею, а переполняясь, привыкаю. И больше уже раздражает не она, а недоступный свет в проблеске неба сквозь листву, паутинные компакт-диски, лазерно отсвечивающие на мокром солнце. Мы становились с ног на голову и привыкали к этой позе. И последний штрих. Раньше думал, когда выйду, а теперь лишь бы выйти. В блиндаже намного глуше все звуки. И постепенно отучились вслушиваться и в жизнь за решеткой. Зато, выставляя однажды на салфетку пиалушки, вдруг замер. На всех трех донышках чернели цифры тринадцать. Грешным делом подумал на Махмуда. Парень готовит сюрприз, но окраска оказалась заводской. Мужики приглашаю на смотрины. Они глядят на цифры и мысленно решают, как отнестись к открытию. Пиалы нам выдали в деревне перед самым началом после выборной войны. И после них накатилось. Определяюсь первым. Я из своей больше не пью. Ерунда, пожимает плечами Махмуд. У нас в семье тринадцать детей и ничего. А у меня дочь родилась тринадцатого, не признает примету и Борис. Больше не заостряем на этом внимание. Расходимся по своим углам. Мне что, я пью остывший чай, а для него и стеклянная банка сгодится. А чашки, да еще с таким номером нашлось лучшее применение. Поначалу нас донимали бурундуки, бегающие вниз головой по потолку и прибитым одеялом. Кроме топота и писка, надоедали тем, что воровали остатки хлеба. Его, в конце концов, начали подвязывать на проволоке. Но нашествие ожидалось с другой стороны. Мышей! Махмуд, ты выпускал кого наших? Специально интересуясь, глядя, как по траншеи к решетке движется рывками серый комочек. Нет? Кыш! Пугаю непрошенную гостью. У нас своих полно. Дважды подползали змееныши. Память мгновенно выдала все, что знал о них. Они глухи, понимают только постукивание. На место гибели детеныша обязательно приползет мать. Стучу по стене, заставляю змей изогнуться и ползти обратно, а в глазах долго стоит лоснящаяся узкая лента, и это приучает осторожно подходить к двери, тщательно перетряхивать перед сном постель. Принялись донимать и жабы. Первым заорал лежавший с краю Махмуд, когда огромная жирная раскоряка прыгнула со второго яруса ему на лоб. Тут и пригодилась поначалу пиала. Накрываю ею лягушек, подсовываю под них картон, несу добычу к двери, вытряхиваю в щель. Но лягушкам легче вернуться обратно, чем скакать по ступеням вверх, и некоторых приходится ловить по нескольку раз, самых настырных и жирных трясу в западне, правляя мозги. Вроде доходит в какую сторону скакать, а вот мыши эти оказались наглее, чем интердевочки с русскими клиентами. В итоге картина. Я полковник налоговой полиции, первый вице-президент Международной Ассоциации писателей-баталистов и маринистов, лауреат литературной премии имени Островского и Булгакова, кавалер ордена за службу Родины Третьей степени и медали за отвагу, писатель, бывший главный редактор журнала «Советский воин», теперь просто пленный ловлю мышей. В руках у меня веревка связанная из тряпичных лоскутков. Она тянется к палочке, на которой одним краем стоит пиала, под ней кусочек хлеба. Так вообще-то ловят птиц, это селок, но мыши начали устраивать такой кавардак, ночью преспокойно бегают по головам, залезают под одеяло, что становится ясно, выживем или мы, или они. Бурундуки со своими выходками кажутся мелкими дошколятками. В блиндаже достаточно темно, но черно-серые комочки теней, приближающиеся к приманке, отмечаются сразу. Не успела первая мышь просунуть голову под пиалу, дергаю веревку. Мой тринадцатый номер подскакивает, мышь отпрыгивает. Эксперимент не удался. Анализируя ошибки, надо уменьшить высоту подставки, а веревку привязывать не за середину, а за самый низ палки. Вновь замираю. Черта с два. Мышь успевает выбить лапой хлеб и вместе с ним скрываться под нарви в минном поле. Беру кусок побольше, запихиваю в самую глубину мышеловки. Еще несколько минут в ожидании и удача. Вытащить из-под пиалы первую рыбку помогает Махмуд. Он вертит по кругу пиалу, а я высматриваю, где мелькнет хвост. За него-то и извлекаю на свет божий конкурента на блиндаж. Мышь висит обреченно, даже не сопротивляется и не борется за жизнь. А может не верит, что нашелся кто-то, кто способен противостоять их массовому набегу. Борис категорически против насилия. Будешь убивать, а что предлагаешь ты? Кажется, он готов терпеть и то, что ему станут грызть пальцы и уши. Берегу его нервы, да и сам вроде не изверг. Первую добычу опускаю в банку живьем. Через минуту пожалел о сделанном. Мышь беспрерывно скребется, рвется на волю. Обрываю все, свое уступничество, безнадежные попытки баночной пленницы. Беру ее за хвостик и бью о пол. Да, так, да, я такой. И не собираюсь уступать ни им, ни жабам, ни змеям. Тот уже должен посмотреть реально и сказать. Они, как разносчики инфекций, еще большая опасность, чем боевики. Убеждаю так себя, а самому все равно совестно перед Борисом. Вот попался на мою голову сокамерник. Конечно, он благороднее, он не стал надевать халат трубочиста и мусорщика, и теперь любые сравнения не в мою пользу. Однако через сутки перед сном Борис сам неожиданно спрашивает. А сегодня мышей ловить не собираешься? Вчера, по крайней мере, спали спокойнее. А в первую ночь, когда заболели от напряжения глаза, в банке было отловлено 12 штук. Скорее всего, они-то и были самые наглые, потому что эту ночь мы в самом деле спали спокойно. Утром охрана выпросила ночную добычу. «Привяжем захвосты к дереву и потренируемся в стрельбе!» Когда счет перевалил за 50, я перестал считать свои уловы и выносил их на улицу сам, когда выводили в туалет. Август ознаменовался еще одним важнейшим событием. Наши, в смысле отряд, который держал нас, при штурме Грозного захватил продовольственный склад и однажды к нашему блиндажу подогнали грузовик. «Становись цепочкой!» приказал хозяин. Вниз полетели ящики, запихивали их во все углы, выстраивая штабелями, с грустью отмечая, как сжимается пространство. «Вы как ослики!» посмеялся хозяин, глядя на нас, худых, шатающихся под тяжестью коробок. «Ладно, посмотрим, как эти ослики станут сегодня ужинать». «Жаль, в коробках только закуска новинка — рис с болгарским перцем». «А ведь будь пошустрее, могли бы захватить и что получше — тушенку, там, сгущенное молоко, консерва или слабо оказалось. Но это я с жиру. Сидя на горе с едой, жаль одного. Коробки сократили расстояние от Пекина до Мытищ, а те оказались в полутора шагах от Москвы. Я знаю, ты против, упреждая Бориса, вытаскиваю банку закуски, но лично я строить из себя благородного не собираюсь. И героически истощаться сидя на еде тоже. И вам не советую. Мы давно жуем одну пустую гречку. Правда, накануне Че Гевара пошутил. «Прикинь, что будете? Мясо, гречку, макароны?» «Это меню», поддерживает он. «Меню и тебе». Тогда гречку с мясом засмеялся, ушел. Но принес таки именно заказанное. Однако и это оказалось не все. Уже совсем поздно, когда Борис видел второй сон, у входа затоптали. «Махмуд, держи!» Водитель протянул в темноту руку и тут же отдернул ее, роняя что-то на пол. «Ты что, шашлык ни разу в руках не держал?» удивился невидимый Че Гевара. «Просто не ожидали?» «Писатель, не забудь! Мы дали мясо туда-сюда движение!» «Не забуду ни хорошего, ни плохого!» «Многое пытаюсь понять, простить, но мысленно ставя себя на место боевиков, твердо убежден, никогда бы не стал держать человека под землей». И вот под землю в наш бункер стружают машину закуски. Открывая банку, оправдываю себя перед Борисом, словно ему определенно быть нашей совестью. И тебя сколько запросили? Миллиард? Сколько банка закуски стоит?» Тот понимает смысл вопросов. Они неприятны ему «Лучше бы я все делал молча». Но выживать мы должны вместе или все же стоически держаться благородство. Ударили по одной щеке, подставь другую. Понимаю, как красиво было бы отвернуться от коробок, но кому и что докажем? Самим себе? А может самим себе как раз и надо помочь выстоять? Вне сомнений прекрасней выглядел бы «Возьми кто-то другой на себя эту неблагородную миссию по открыванию ванок?» Тогда вроде можно и кушать, и не потерять достоинства. Но где они, эти рыцари? Борису и Махмуду легче, они ждут действий от меня, я для них кажется уже давно на задворках совести. Но пусть тогда откажутся от еды. И все-таки хочу оставить последнее слово за собой. А как ты думаешь, что делают сейчас твои родные? Мне кажется, боевики поступают сейчас с ними очень благородно. Сами предлагают снизить цену, помогают в сборе денег, успокаивают. А потом, если вдруг выйдем, станут присылать нам на лекарства. Все, хватит. Вижу, что достаточно. Пригодились наконец и гвозди. Самым крупным продираю бороздку в крышке. Ее саму тут же определяю в ножи. А на еду, хоть и сдержанно, но набросились все втроем. И слава Богу, о, краснодарский завод по изготовлению новинки, где твоя книга отзывов и предложений? Пусть сдохнут от зависти Макдональдс и Биг Маки. Ты знаешь, как вылизываются досуха твои банки? Хорошо, что и война готовилась долгая и блокпосты запаслись продуктами. Еще разошелся теперь Махмуд. Открывай, поддерживает Борис, скорее меня, чем водителя. Наедаемся в волю, впервые запленный. Но чтобы снять все недомолвки, сам говорю вечером хозяину. Мы тут попробовали банку закуски. Ну и правильно, все равно все не съедите. Все не хотелось бы съедать слишком много, а слишком долго. Да и сжога началась уже на третий день. За радостями желудочными забыли о войне. А она исчезла вместе с летом, которое оставляло себе на память брошенные вдоль дорог ленты окровавленных бинтов и разорванных танковых траков, начинающие ржаветь медные торриконы гильз, подточенные первыми дождями окопы, обглоданные собаками трупы, переломанные взрывами мосты. И в этих остатках и ошметках войны оставались и мы. Да, мы переходили в осень. Мы, невинно виноватые, оставались среди сгоревших сел и разрушенных городов Сталинградов, среди кишащих боевиками и шакалами лесов, среди черных лицами и платками чеченских матерей, среди безусых парней, мечтающих о бородах а-ля Шамиль Басаев, рвущихся в бой загрозной, но оставленных командиром сторожить нас. А вечерами у бездымных костров, певших старинную песню под расстроенную, перехваченную ликопластырем, словно бинтами гитару «Аллах велик, Аллах со мной». И с этим именем не раз точил кинжал, готовясь к бою, войной не сломленный Кавказ. Но война уже сделала воинами и их, вчерашних школьников. И когда из Грозного приехали те, кто брал город, они вместе со всеми подняли вверх автоматы и заставили их дергаться в своих руках, выплескивая смертоносный огонь в серое, тихое, без вертушек небо, салют победе и тем, кто ее добывал, а также «Аллах Акбар!» Но война умирала нехотя. Она сопротивлялась днем короткими, а ночью длинными очередями крупнокалиберных красавчиков на не сдавшихся блокпостах им с запозданием в раздумье, словно детские потягушеньки после сна начинала подыгрывать артиллерия, но уже не по площадям, как раньше, а в какую-то одну подозрительную точку и скорее ради того, чтобы расстрелять снаряды, не тащить их за собой домой с войны. Иногда по ночам, словно заблудившись в незнакомом небе, искали в лабиринтах созвездий выход из войны вертолеты. Но уже стоял на чеченских дорогах гул иных ниточек. Это бронни колонны вытягивались острием на север, сматывая вслед за собой полевые кухни, штабы, посты прикрытия, медбаты, арьергарды. Война уползала, сжималась по дорогам, как щупальцы спрута, инстинктивно пытаясь сохранить саму себя, хотя бы в зародыше. Все, войне конец, войска выводят, радовались и сами не верили в случившиеся боевики. В России нашелся один мужик, лебедь, который пообещал прекратить войну и сдержал слово. Ему и Ковалеву мы поставим в центре Грозного золотые памятники за то, что помогли нам, превозносили двух российских политиков антиподов, а мной опять овладевали противоречивые чувства. Вроде с исчезновением опасности погибнуть под собственными снарядами увеличивался шанс остаться в живых, но одновременно с этим удлинялся и срок плена. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, насколько осложняться наши поиски. А каково сейчас родственникам пленных, когда войска находились в Чечне, еще была какая-то надежда на помощь армии, МВД, теперь все условия по освобождению пленных полностью переходят к боевикам. К счастью, я ошибся. Оставались люди, которые не признавали повелительного понукания Чечни. Из рассказа начальника следственного управления генерал-майора налоговой полиции Лескова. Мы отработали все зацепки, все возможные варианты вашего освобождения. Один из них, оказавшийся потом основным, возник спонтанно. Просмотреть все просьбы противоположной стороны, официальные и неофициальные, по освобождению задержанных чеченцев. На ваше счастье и общий успех в списках мелькнуло село, около которого произошло ваше пленение. Больше того, главарь банды, которая вас захватила, оказался родом из этого же района. Подумали, а что если родственники задержанного парня, назовем его Муса, сами надавят на соседнее село и главаря. В Чечне уважают пожелания соседей. Может, сработает и здесь. Проверили данные по Мусе. Ни громких дел, ни убийств, ни насилия, ни участия в боевых действиях. Руководство ФСНП обратилось в Генеральную прокуратуру. Просим рассмотреть возможность обмена Мусы на нашего офицера. Следователи налоговой полиции приступили к оформлению необходимых документов. И до чего неожиданны оказываются превратности судьбы? Следователь Краснопрестнинской прокуратуры, который вел дело Мусы, фактически отказался выполнять распоряжение своего руководства, не допуская налоговых полицейских до подопечного. Мы здесь их ловим, ведем следствие, а кто-то ради кого-то начинает строить игры. Не получится! Понять майора было не сложно. В Москве прогремели первые взрывы чеченского возмездия, и хотя Муса к ним никаким образом отношения не имел, прокуратура настраивалась очень решительно. Дело дошло до того, что к следственному изолятору, в котором находился Муса, наши оперативники вынуждены были приезжать в сопровождении вооруженной физзащиты. Не отдам, упирался следователь. Пойми, что это одна из немногих реальных возможностей освободить Иванова. Что тянешь резину? Все равно ведь прикажут отдать. Погоди, какого Иванова? Нашего сотрудника? Дайте бумаги. У меня земляк, тоже Иванов, сидит в Чечне в плену. Ну-ка, ну-ка, точно, он. С Николаем мы жили на соседних улицах, учились в одной школе, так что жизненные перипетии всегда богаче и неожиданнее любого вымысла. Конечно, отдал бы он мусу и без этого, но здесь уже не то, что препятствовать, а помогать стал в оформлении необходимых бумаг. Николай, ну что твои в полиции молчат? Почему нет вестей? С надеждой глядели ребята. Мужики, если нет вестей, это не значит, что ничего не делается. Что-то наверняка крутится, просто мы не знаем об этом. Нам остается только ждать. Известий дождались в последний день августа, днем. Нам открыли дверь. Выходи. Хотели надеть повязки. Опять отмашка. Не надо. Сердце, притупленное бесконечным ожиданием, вновь встрепенулось. Куда и почему без повязок? Разрешили подняться только на ступеньки блиндажа. Солнце, которого мы не видели два с половиной месяца, пробилось сквозь листво и уставилось на нас, даже не бледных, а каких-то желтых. Что еще за чудище? Почему я не замечала их раньше на земле? Но сильнее солнца нас удивило появление у землянки непримиримого. То, что он продал нас в другой отряд, об этом догадались давно. Но поди сидит на корточках над траншеей хозяином, усмехается нашему виду. Рядом с ним, ковыряясь ножом в зубах, примастился поплывший наркоша. Живо еще? Полковник, а туфли твои я оснасил. Пожимаю плечами. Что туфли, когда не знаем, зачем появился, и почему разрешили подняться на свет без повязок. Ему туфли, мне тапочки белые. Так легли карты. Домой хотите? А он сам в подземную тюрьму хочет? Два вопроса, ответ на которые и спрашивать не нужно. Короче, надо написать, что вы живы, и доверяете мне заняться вашей судьбой. Через неделю будете дома верить. Слишком боязно. Слишком конкретная дата. Кошусь на ребят. Они обрадовались появлению старого знакомого откровенно. У меня же тревога. Симпатии у нас с непримиримым друг другу никакой. Но выхода нет. Пишу доверяю. Все по местам. Ждите. Загоняют обратно в землянку. Лампа горит. Но после света ничего не видим. На ощупь усаживаемся на нары. Переосмысляем новость. Обсасываем ее. Вспоминаем с какой интонацией произносилось то или иное слово. А всего-то произнеслась одна фраза. Через неделю будете дома. Уверовали. Готовы верить в это. Только в это и ни во что больше. Даже календарик на сентябрь не рисую. Зачем? Если к седьмому числу окажемся дома, как раз день рождения моего старшего брата. Успею поздравить и помочь родителям выкопать картошку. Глава пятнадцатая. Облом ни через неделю, ни через две, ни дальше свобода даже и не заглянула в наши подземелья. И начало осени ничем особо не выделилось. Лишь поблизости от землянки кто-то сгребал в траншеи опавшие листья. Коричневый листок, словно декоративная рыбка, крутился на паутинке перед нашей дверью. Потом, когда на кусты у входа набросили москеть и на ее зеленые разводы стали падать желтые дубовые вырезы, поняли, что-то не получается и у непримиримого. Сам он больше не появлялся. Давно исчез и боксер. Кроме хозяина и Чи Гевары к нашему вольеру допустили молодежь. Младшего брата, крепыша, Чику, литератора. Последний запомнился не только прекрасным знанием поэзии Пушкина и Лермонтова, собственными неплохими стихами, но и фразой. Россия испокон веков имела хороших писателей и плохих политиков. И писатели создавали замечательные книги как раз о бездарных правителях. Ах, нам, что те, что другие, не кормили и не грели. Мы элементарно замерзали, даже щепоть соли, поначалу растекавшейся от сырости, больше не расползалось маслянистым пятном. Сохраняя остатки тепла, стали занавешивать одеялом дверь и днем. Темнее, но другого выхода не видели. Чего закрываетесь? Слово в слово, как перед этим у комариной ямы поинтересовалась охрана. Наш ответ оказался более оригинальным, стынем. Водку будете? Вдруг предложил хозяин первейший способ обогрева. Еще не выпивали, а дыхание перехватило. Приходил в гости парень, принес две баночки Асланова, а мы в отряде на кора не поклялись не пить, не колоться наркотой и не курить ее. Правда, тут же поторопился уточнить, не на всю жизнь, конечно, а пока до конца войны. Соврал хозяин насчет парня. Через несколько дней охранники сами рассказали, что банки нашли в загашнике у одного из боевиков, за что и получил свои первые сорок палок. А как их бьют, неосторожно поинтересовались учи-гевары. Хочешь попробовать? Обеспечим туда-сюда движение. Нет-нет, я готов запомнить на словах. Сошлись на последнем варианте. Узнаю, что за первую провинность человек получает сорок палок, за вторую восемьдесят, попался в третий раз сто двадцать. Палка выбирается в толщину мизинца того человека, который бьет. Его самого определяет пострадавший. Дружеское участие здесь не проходит. Если замечается, что исполнитель щадит потерпевшего и не особо рьяно выполняет обязанности, его вправе самого положить на скамью под удары. Бить дозволяется от шеи до подколенок, на теле возможен один слой одежды. Не хочу ни законов шариата, ни мусульманства, ни средневековья и от водки не отказываемся. Не пить ее можно на воле, когда достаточно продуктов и витаминов, а ради профилактики рекомендуют даже врачи. За прошедшее лето, за будущие хорошие вести, за первый класс, в который пошла доченька Бориса и разлили первую банку. Вторую оставили на растирку, лечение зубов и иные пожарные случаи. Здесь я с крягой был отменным. Если удавалось выпросить головку чеснока или лука, делили ее на два-три дня. Да тут есть нечего. Может завтра выйдем и ради чего оставлять. Кошкой на недоступную мышь глядел Махмуд на белые кусочки лука. Вот перед выходом и съедим. И где ты научился такому скряжеству? Живу я долго. А если честно, то это афганская война преподнесла свои уроки по выживанию. Там, например, последний глоток воды позволяли себе выпить лишь перед самым возвращением в лагерь, когда уже никакой воды не могло последовать. А пуще глаз берегли даже не воду, а боеприпасы. С ними, кстати, страшнее всего и расставаться в бою. Однажды только приходилось мне пробиваться из окружения душманов. И не пробиваться даже, а выползать на спине по рыку. Духи стреляли по нашей разведгруппе из узких окошек, но высокие дувалы прикрывали расположенный по центру улочки орык. Мертвые зоны хватило как раз на то, чтобы ползти, не поднимая головы. Толкались пятками и плыли в вонючей воде жижи, стреляя по окнам бойницам и не давая противнику высунуться побольше. Тогда я услышал сзади голос одного лейтенанта. Николай, у меня патроны кончились, дай рожок. Оторвать от себя магазин с патронами, когда неизвестно, что ждет впереди. Коль, дай патроны. Ползу, не слышу. Выручи, дай рожок. В голосе уже не просьба, а страх. Проклиная все на свете, отдал. И впервые тогда вытащил из подсумка гранату, приладил в кармашке на груди. Примерился, как рвать кольцо. Потому и говорю, что живу долго. На войне, в бою, страшно умолкнувшее в твоих руках оружие, в плену, когда не бьют и не расстреливают, голод и холод. А сентябрьские ночи становились все длиннее и холоднее. Правда, в туалет стали выводить без повязок, и мы увидели луну, звезды. Ничего в мире не изменится, если вдруг пропадем на какое-то время или даже навсегда. Однажды вдруг что-то огненное поплыло среди деревьев в направлении землянки. Вернувшись в нее, не поверили глазам, но почувствовали телом. На полу дышала жаром высыпанная лопата углей из-под костра. Так теплее, довольно переспросил хозяин. А можно и утром приносить. Побежал я опять впереди паровоза, желая сделать обязательной хотя бы ночную порцию жара. Посмотрим. Как всегда, ничего не пообещал конкретно хозяин. Сам он после посещения Грозного пребывал в мрачном расположении духа. Там его десятки раз останавливали, проверяли документы и требовали разрешения на ношение оружия. Но я автомат за собственные деньги купил и никогда никому его не сдам. А где они были, когда я два года воевал в горах? Пытался даже у нас найти он сочувствие. Повылезали из щелей все герои с бородами и на машинах. Но если б нас было столько, сколько сейчас шляется с автоматами по-грозному, мы бы давно победили. Хреново не сдержался Борис, когда остался один. Если начнутся разборки между отрядами за власть, не оказаться бы между ними, видели, как раздражены. Да, охрана своего недовольства уже не скрывала. Вы хоть знаете, за что сидите, сказал Че Гевара совсем неожиданно. А за что я торчу здесь с вами. И совсем тоскливо стало, когда он вытащил из-под нар противопехотные мины и принялся устанавливать их на ступеньках блиндажа. На наш молчаливый вопрос, зачем это делать у нас на глазах, пояснил. Это от своих. Слишком много народу хочет вас заиметь для собственных целей. Не все гладко и пристойно оказывается шло в Чеченском Королевстве после Победы. Из рассказа генерал-майора налоговой полиции Ржездомского. Занявшись проработкой вашего освобождения через обмен, не оставляли и другие варианты, чтобы в случае неудачи не остаться у разбитого корыта и начинать работу с нуля. По оперативно-розыскным каналам через третьих лиц вышли на руководство оппозиции. По их приказу проверились все тюрьма, сверены списки пленных, напрошены полевые командиры. Итог оказался неутешительным. Полковник Иванов нигде не числился и не значился. По слухам, которые тут же запустили ваши тюремщики, вы были расстреляны первого сентября. Сообщение об этом, конечно, передали группе Расходчикова, но поиск решили не прекращать. Надеялись, что это блеф. Блеф не блеф, а в середине сентября меня вывели из землянки одного. Переписывай! Незнакомый худощавый мужчина лет сорока протянул листок. «Вот вот уже три месяца я нахожусь в плену у чеченских народных мстителей. Как полковника меня приговорили к расстрелу. За мое освобождение требуют 500 тысяч долларов. Срок поставлен до ноября. Потом они расстреляют меня. Такую сумму за меня никто не заплатит. Бесполезно, отодвигая листок, хотя в нем моя жизнь. Пусть и отмеренное до ноября. А это тебя не должно волновать. Меня-то как раз и волнует, если в полиции зарплату выдают с задержкой. О каких сотнях тысяч долларов может идти речь? И где непримиримый с его обещаниями все закончить за неделю? Знает ли он о новом условии до ноября полтора месяца? Пиши на имя жены. Жены? Но вы сами подумайте. Как я могу написать жене о своем расстреле? Поймите ее состояние, когда она прочтет записку. Тем более с невыполнимыми условиями. Много разговариваешь, а не станешь писать? Мы сами сообщим ей такое, отчего она на коленях поползет через всю Москву в налоговую полицию. В это веришь? Верю, прикрываю глаза. Не хочу ничего видеть. Почему это не сон? Быть в плену в собственной стране? Да ты сам висишь на волоске, полковник. Не дает забыться от реальности посланец. Недавно погибли двое из нашего отряда, кстати, которые брали тебя. Нервно заходил туда-сюда. Село требует отмщения от нас, потому что оно нас кормит и греет, и мы обязаны учитывать их настроение. Двоих офицеров отвезли им на растерзание, головы им отрубили на виду всего села, но они требуют минимум полковника, тебя. Если твои не будут шевелиться, мне твоей башки тем более не жалко. Отвезу и брошу подники родственникам погибших. Выбирай. Остановился напротив. Руку положил на отполированную изогнутую спинку пистолета, торчащего из кобуры на ремне. Моя жена ничего не решит. Вы ведь понимаете. Может я напишу это письмо директору, а жене сделаю приписку, чтобы отнесла в налоговую полицию. Тут уже не знаешь, что лучше для семьи. Получить сообщение, что меня только собираются расстрелять или о самом расстреле. разрешили, пиши на имя директора. Радуюсь, насколько можно в моем состоянии, официальному тону записки. Полиции вряд ли поверят, что я мог самостоятельно родить фразы про народных мстителей. Боюсь, чтобы не сложилось мнение, будто я из плена командую своими генералами. И записку жене дописываю более спокойным раскованным тоном. Интонация должна сработать. Пусть не опускают руки, пусть поймут, что я держусь и надеюсь. У нас нет таких крутых телефонов, чтобы зачитать письмо. На хвост наверняка сядут. Отвезем лично. Из рассказа заместителя директора ФСНП генерал-лейтенанта налоговой полиции Чичелова. Письмо пришло по почте из Моздока 2 октября. Обратный адрес от тети. Хотя условия становились жесткие, мы несколько обрадовались дате под запиской. 18 сентября у нас ведь непрерывно шла информация, что вы расстреляны 1 числа. Отправили записку графологам. Те подтвердили, что почерк ваш, значит жив. Вышли на расходчикова. Тот в запарке Разман Юлит не является на стрелке. Принимает решение Мусу, которого генпрокуратура разрешила использовать для обмена, вывести во Владикавказ, чтобы находился под рукой и в любой момент мог участвовать в операции. А у нас в налоговой полиции стихийно приступили к сбору денег. Офицеры, прапорщики оставляли себе из зарплаты по 100 тысяч, остальное несли в общую казну, на возможный выкуп. Удивительный экзамен на нравственность, сплоченность. Приехал и директор издательства Эксмо, где печатались ваши последние книги, привез определенную сумму. А больше всего в этом плане сделал, конечно, директор управления по городу Москве, генерал-лейтенант Добрушкин. Собранные деньги не понадобились, их вернули людям обратно, но этот человеческий порыв, он многого стоит. И даже не в деньгах дело, сотрудники поверили, ощутили, случись вдруг что-то подобное с ними, их тоже не оставят в беде, станут бороться до последнего. Конечно, кроме меня у налоговой полиции России и ее руководства существовали еще десятки и сотни проблем, порой более важных и животрепещущих. Если брать лишь криминальную сторону, то подразделениями собственной безопасности в том моем пленном году выявлено около одной тысячи посягательств на жизнь и здоровье наших сотрудников, 500 фактов угроз и шантажа, более 100 случаев нападения и нанесения телесных повреждений, 44 поджога, взрыва и порчи имущества, от рук киллеров погибло 4 полицейских. О многом говорят и другие цифры. Пресечено 142 случая целенаправленного внедрения представителей преступного мира в налоговую полицию и инспекцию и 44 попытки вербовки наших сотрудников. В то же время на каждый вложенный в налоговую полицию рубль полицейские возвращали казне 46 рублей дохода и будни в Госдуме борьба за налоговый кодекс в правительстве за финансирование самой налоговой полиции. Оперативники добывали информацию о преступной деятельности всевозможных махинаторов, аналитики высчитывали пути развития теневого бизнеса, управление налоговых проверок корпело над томами или ювелирно подогнанных криминальных документов или наоборот совершенно бездарных и бессистемно заполненных документов. В то же время полковнику налоговой полиции из физзащиты Александру Карелину семикратному чемпиону мира, девятикратному чемпиону Европы и трехкратному Олимпийских игр указом президента присваивается звание Героя России. Открывается Академия налоговой полиции, где впервые начинают готовить налоговых сыщиков. Жизнь продолжалась. А мы, как над своей судьбой, сидели над углями. Они пульсируют красноватыми жаркими толчками, но остывающий пепел погребает под собой угли все больше и больше. Ворошить нельзя, тепло уйдет быстрее. Пусть лучше жар жизнь держится внутри. Не так жарко, но дольше сохраняется. Собственно, все как у нас. У нас тоже время работает в отрицательную сторону. А у меня к тому же пошел календарь обратного отчета от ноября. Какие-то моменты хочется, чтобы злополучный месяц подошел быстрее. Если суждено, то и пусть все закончится. Эй, ты что, теребит меня Борис, давай лучше про кого-нибудь поспорим. Про Ленина. Я считаю, что он гад и сволочь, а ты, конечно, против. Против. Я не хочу признавать только черное и белое. Есть полутона. Говорю о человеке, а подразумеваю чеченскую войну, из-за которой мы здесь. Не все ведь чеченцы виноваты в ней. Ты не выкручивайся. Вы все так называемые патриоты-державники никогда не говорите открыто и прямо. Вы лазейки ищите. Это не лазейки. И я не так называемый. Да, я не хочу делить людей на категории, а Ленины тем более. Чем-то человек нравится, чем-то отталкивает. Так всегда. Лукавишь, все время лукавишь. Человек или может нравиться, или нет. Ему доверяешь или нет. Любишь или ненавидишь. А вы, коммунисты, перевернули все с ног на голову. Коммунистам, насколько мне известно, был и ты. И мне кажется, что кожаные куртки, которые ты так ненавидишь и которые в тридцатых годах расстреливали людей, появились как раз из таких максималистов, как ты. Это у них точно так же. Кто не с нами, тот против нас, к стенке и без всяких сомнений и раздумий. Правда, только у меня, в моих устах, а я не хочу быть твердолобым и упертым. Я готов сомневаться, а я считаю, надо быть принципиальным и не юлить, не прятаться за свои сомнения. Продолжает учить жизни Борис, а может и не учить, он просто обожает спорить, заранее принимая крайнюю точку. Усмехаюсь, неужели произвожу впечатление именно такого, скользкого и хитрого. Тогда грустно, обидно дойти до края и услышать и себе такое. Все хорош, вспоминает о своей роли миротворца и звании Алла Махмуд. Марш по разным углам. Я и сам отворачиваюсь, не желая продолжать разговор. Нервы на пределе, судьба неизвестна. На одну будущую минуту, а мы уличаем друг друга в неискренности, перетягиваем на сторону своих убеждений, презирая противоположные. Сейчас мои убеждения семья, родные, близкие и знакомые. Как коснется их мое исчезновение? Не нынешнее, пока я еще жив, а полное. И как же я поломаю судьбы своим детям? Тянусь к пустой пачке, аккуратно разрываю ее. Стихи, которых не писал лет двадцать, вдруг легли сразу начисто, будто сочинил их давным-давно. Надюшки, пленные, две косички, улыбка, распахнуты руки, словно хочет спасти, оградить и обнять. Дочь навстречу спешит после долгой разлуки, но не может никак до меня добежать. Я и сам не хочу. Прерываю видение слишком горько, и больно мне видеть тот бег. Я за тысячи верст заточен в подземелье, и охранник сквозь смех говорит про мой грех. Ах, как ночи длины, как тревожны рассветы, каждый день нас готов разлучить навсегда. Здесь бессильны молитвы, смешны амулеты, все сидей виски и белей борода. На коленях стою лишь за то, что позволил твоим малым сердечком коснуться беды. Дописать не мог, слишком тяжело и больно. И это не старый стих двадцатилетней давности, это сегодня. Чувствую, буду думать о детях на дарву сердца. Эй, ты чего? Вновь заглядывает в лицо Борис. Что случилось? Очнулся, по щекам текут слезы. Это плохо, это нервы. Встаю, ухожу к двери, упираюсь лбом в дубовые жерди. Перестань, Николай, прочитав листок, со стихами просит Борис. У меня, между прочим, тоже дочь. Не буду, больше не буду. Сам вижу, что отчаяние совсем рядом и готовы наброситься голодной собакой. А у меня впереди еще месяц целых тридцать дней. Не может быть, чтобы наши сидели сложа руки. У нас профессионалы, они знают цену времени. Что-то наверняка происходит. И единственная отрада, что семья знает больше про поиски, чем мы сами. Пытаюсь заглянуть через маск-сеть в небо. Оно чуть-чуть прокалывается сквозь неподвижную листву, но небо далеко. А вот над головой по-прежнему дубы, уложенные в перекрытие блиндажа. Они тоже сопротивляются смерти, выдавливая из своих обрубленных тел ростки побеги. Но темнота и сырость довершают дело, начатое топорами и пилой. Они выходят худосочными, мледными, словно не из дуба, а из подвальной картофелины. Стряхиваю видения, сравнения, слезы. Я еще не обрублен и не спилен, и за меня бьются. Махмуд, раскинь карты, посмотрим, кто из нас в этой жизни останется в дураках. Тому играть не хочется, но интуитивно научились. Если просят, то надо, какие бы кошки у тебя самого не скребли на душе. Но выбрасываем карты машинально, не запоминая ходов и тут же забывая, кто сколько раз выиграл. Тупое механическое движение рук. Голова забита другим. Все, больше не хочу, глаза болят, на этот раз просит Махмуд. И теперь я принимаю его просьбу. Водитель укладывается на нары и вдруг отмечаю, какими мы сделались маленькими, усокшими, особенно Борис, который никогда не отличался крупным телосложением, а сейчас вообще не виден под одеялом. Какой я? Глянуть бы на себя в большое зеркало при хорошем свете, о Бороде когда-то тоже мечтал, да дольше трехдневной щетины дело не продвигалось, сейчас хоть мети, как помелом. Начинаю ходить по землянке, не давая себе зацикливаться на прошедшем. «Слушай, туфли снять не можешь?» вдруг раздраженно спрашивает Махмуд. «Гремишь как на плацу?» Ребята тоже взвинчены. Когда-то я летал в командировку крокетчиком стратегом, которые сидят у кнопок пуск под землей. Так вот, у них, как только кого-то начинало раздражать, пятнышко на рубашке напарника или даже запах изо рта, расчет тут же меняли. Наш экипаж вряд ли заменяем. Поэтому снимаю туфли, облачаясь в шлепке водителя. Шаги стали бесшумными. Так же бесшумно вдалбливаю себе держаться, держаться, держаться.